Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда открылась детская стоматология. Она будет обслуживать жителей Спартановки. До этого здесь не было подобной специализированной клиники. Кроме этого, дневной стационар, где дети будут получать необходимую помощь при заболевании зубов, начала работать и в Ворошиловском районе. Подробности в нашем следующем сюжете. Забота о детском здоровье в Международный день защиты детей. Улыбки на входе, приятная обстановка и небольшой подарок после процедур. Новая государственная детская стоматология на Спартановке уже начала принимать юных пациентов. Многие родители в буквальном смысле вздохнут теперь с облегчением. Визит к не самому любимому детскому доктору украстенутся на целый день. Ведь раньше зубных кабинетов для малышей на Спартановке не было. В Тракторозаводском районе было очень непросто с ортодонтами, со специалистами в этой области. Нам приходилось ездить в центральный район. А сейчас, теперь уже с тремя, я могу приезжать сюда. Мне очень удобно, потому что буквально в 10 минутах от моего дома. Доступность и удобство, а также качество медицинской помощи. В отделении работают 4 специалиста, 2 терапевта, хирург и ортодонт. Необходимый рентгент, визиограф и другое оборудование на современном уровне. Но технологии и высокий профессионализм могут дать нужный результат только вкупе с поистине бесконечным терпением и любовью к пациентам. Ведь лечиться сюда приходят самые маленькие. Их, кстати, на Спартановке больше 10 тысяч. Не нужно все показывать ребенку. Можно, чтобы родители были в кресле, если ребенок маленький. Это очень такой успокаивший фактор. А иногда нужно, чтобы родители не были в кабинете вообще. Но это зависит от первой минуты диалога с ребенком. И в этот же день в Волгограде, в Ворошиловском районе, открылся и дневной стоматологический стационар, где помощь будут оказывать детям, которые страдают психическими заболеваниями, ДЦП, аллергии на местные анестетики. Лечение здесь предусмотрено под общим обезболиванием. Отделение создано на базе детской клинической больницы номер 8. И этот проект, реализованный областной администрацией, уникальный не только для нашего региона. Таких отделений вообще в России единичные. А чтобы работало по полюсу ОМС, это единственный регион, где смогли это сделать. Там будет группа анестезиологов и реаниматологов. Есть вся необходимая аппаратура. Плюс в том, что именно это все-таки больница соматическая для детей. И именно там как раз можно оказать помощь детям нуждающимся. Добавим, что Волгоградская область – единственный регион, где высокотехнологичную помощь, а именно обезболивание закисью азота во время стоматологического лечения, можно будет получить по полюсу ОМС, детям по показаниям, а также малышам до трех лет с множественными поражениями зубов. Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.